Нуклеофильное замещение Мы говорили, я повторяю, вы сверяете, насколько вы это все воспринимаете хорошо Про механизмы СН1 и СН2, про кинетику этих реакций, кинетические уравнения и стереохимию Мы обсуждали пространственные факторы в реакциях СН1 и СН2 Мы говорили об особенностях строения субстрата и как может меняться направление реагирования по СН1 и СН2 В зависимости от того, у вас алкил, аллил, бензил, ну и винил, фенил не реагируют вообще И вот мне задали такой вопрос, ну хорошо, вот практически у вас будет вторичный галогенит Например, изо, напишу формулу структурную, CH3, CH3, CH, допустим, хлор По какому механизму он будет реагировать, СН1 или СН2? Первое, если у вас будет написано сальволиз в избытке воды, то вас подталкивают к механизму СН1 Сальволиз, СН1 это сальволиз В большом избытке воды, вода не входит в кинетическое уравнение, реакция идет медленно Но тут надо отличать такую вещь Если вам нужно прогидролизовать хлористый изопропил и получить спирт Ну вы, конечно, возьмете, например, щелочь Это будет реакция СН2 Калий-ОН СН2 И соответствующее кинетическое уравнение А если вам нужно просто изучить реакцию, как она идет И с какой скоростью идет сальволиз Тогда вы берете, вы не хотите получить изопропиловый спирт Вы просто исследуете кинетику Тогда это СН1 Но Важный такой момент, как стереохимия На этом примере абсолютно Наблюдать невозможно Согласны? Что сделать? Сделать асимметрический углерод Ну, например, вставить сюда Р какой-то Ну, если вы замените метил на этил Во-первых, там углы незначительно изменятся Это, в общем, неудачный, редкий и плохой пример Это у нас будет, если этил Вторичный Это получится вторичный хлористый бутил Это плохой пример Чаще всего классики Изучавшие нуклеофильное замещение Исследовали вот какие реакции Фенил CH Хлор Допустим, метил А как только здесь получается фенил Это уже получается бензильный Фактически радикал А бензил Может Реагировать И ПСН1, и ПСН2 Даже если здесь нет метила Поэтому вот девушка меня спросила А как нам все-таки быть? Вот я отвечаю на этот вопрос Как не только этой девушке быть Я ее не увидел Не заметил А как всем быть? Вот если у вас такой Значит, надо смотреть внимательно Надо смотреть внимательно Условия Если есть нуклеофил Активный нуклеофил Скорее всего будет СН2 Тогда смотрите на углы Но если вам будут задачу задавать Скорее всего с углами Вас сориентируют И в связи с этим Я вот долго Я не хотел приводить вот такую схему Но придется мне все-таки потратить Я не знаю сейчас за стеку времени Сколько у меня уйдет Вот Вот смотрите Очень хороший пример Который вы должны разобрать Это Реутов курс Бутин Это предыдущие издания Страницы могут не совпадать Я сейчас это воспроизведу сокращенно на доске Значит, смысл вот этой схемы Которую я сейчас воспроизведу Состоит в том, что Если Не беспокойтесь, сейчас все напишу Вы не видите Если у вас идет реакция, которая затрагивает Атом углерода асимметрический То у вас может быть инверсия А если Не затрагивается, то не будет Кто уже это знает Вот Кто уже успел разобрать на семинаре Или прочитать самостоятельно Немного Но я и не ожидал Что будет лес рук Потому что вы только-только Вам бы развязаться с предыдущим С предыдущим калековым Кстати, кто уже полностью сдал калековым По ароматическим соединениям Ну, ничего Ну, примерно так оно и есть И вот теперь я вам Сейчас это все зарисую Схемку Но я буду Поскольку писать с углами Оптического вращения Удельного вращения Я спешу Чтобы не тратить время Это все вот здесь Со шпаргалочки Значит, смотрите Для чего я это сейчас сделаю И пишу на доске То, что надо было бы разобрать Вам самостоятельно дома Для чего я буду тратить время Потому что я не верю вам Что после того, как я сказал Надо прочитать Вы это прочитаете Вернее, вот вам верю Второму ряду верю Ну, вот видите Вы меня убеждаете Что все-таки Значит, вот Вам нельзя верить Вам можно Вот Тогда сейчас запишем Тогда запишем сейчас вместе Дело в том, что это вам просто будет Потом встречаться Значит, нужно сделать Вот из этого соединения Нужно сделать Фенил-Ц-Аш-2 Бетил-Ц-Аш-О-Этил Вот такой этиловый эфир Вот из этого спирта Сделать это можно Двумя путями Первый путь Получить Подействовать, допустим Тазил-Хлоридом Тазил-Хлорид Поднимите руку Кто еще не знает Что такое тазил-Хлорид Слава Богу Все знают Тазил-Хлорид Получаете с тазил-Хлоридом В присутствии основания Получаете эфир С-Аш-О-Тазил Так Дальше О-Тазил это аналог галогена Да, это даже лучше Уходящая группа Аналог Не просто галогены Это аналог Кто еще не привык Это хорошая уходящая группа Да Когда вы делаете Значит, вот этот вот Тазиловый эфир То, если здесь угол Плюс 33 Удельное вращение То здесь замедили Аш-Назил У вас угол Плюс 31 А потом Вы на этот тазиловый эфир Действуете Этиловым спиртом И калий-2СО3 Обратите внимание Что фактически Нужен мне был здесь Или там не мне Там автором Алкоголят Этокси-группа Нуклеофил Чтобы заместить Тазильную группу Но я мог бы взять Или там авторы могли бы взять Чистый алкоголят Взять Натрий Бросить Спирт Получить Алкоголят Хороший нуклеофил Но иногда Но иногда Достаточно взять Всего-навсего Спирт И калий-2СО3 Ну не самое сильное основание Вспомните Константы диссоциации Угольной кислоты И Соответственно Спирта Вот И это Достаточно Для генерации Я Натрий Сотру здесь Для генерации Вот это В маленьких Количествах И вот После того Как здесь Произошло Замещение Это реакция СН2 Произошла На этой стадии У вас Получился Эфир И я смотрю Какой угол Вращение Минус 19 Видно Что Был Допустим Право вращающий Изомер Ставле вращающий Хотя Вы четко Знаете Что Вот это Соотношение Не обязательно Будет такое Что вот Замена Замена Инверсия Около Асимметрического Углерода Она не всегда Приведет К изменению Знака И вы можете Скать А вот я знаю Примеры Да Вот мы знаем Такое Не всегда Более того Знак вращения Вот этот вот Который я пишу Он относится К линии Д спектра Натрия Это 589 нанометров А если мы возьмем Другую линию Он вообще может Поменяться Но мы все Сводим Все углы Даем Относительно Линии Д Поэтому Буквку Д Большую Иногда Ставят Итак Здесь прошла реакция Произошла инверсия А вот второй путь Который можно сделать Для второго пути Значит что нужно Взяли калий Мет Получили соль CHO калий И Подействовали Бромистым Или йодистым Этилом Ну пусть это будет Йодистый этил Смотрите Здесь Образование алкоголя Это не затрагивает Конфигурацию Около этого углерода Реакция с йодистым Этилом идет Вот здесь этот углерод Не трогается Получается Фенил CH2 Метил CH Оэтил Только у него Угол Альфа Плюс 23 То есть у него Конфигурация Такая же Как здесь Ну и задайте мне Кто-нибудь вопрос А почему там Минус 19 А здесь плюс 23 Должно же быть Одинаково Почему Потому что Потому что Во-первых У вас Смотрите Какая система Значит Где-то Во время Реакции Могло быть Неполное обращение Конфигурации Такое бывает Где-то Выделили Допустим Ну не очень чистый продукт Загрязненный чем-то Вот представьте себе Продукт Загрязнен Любым Не хиральным Соединением И тогда Удельное вращение Будет уже другое Ну цифры Другие Вот То есть Это опытный результат Он может Не обязательно Вот реальный результат Не обязательно Может совпадать Вот так на 100% Вот Поэтому На эту тему Часто бывают задачи И это надо уметь Объяснить Но это не самая Трудная вещь В нуклеофильном замещении Но Нельзя ее Не упомянуть Так Теперь следующее Что у меня здесь написано По плану А ну да В прошлый раз Мы остановились Вот на этих рядах Нуклеофильности В реакции Бромистого метила С нуклеофилом В воде Ну Сами понимаете Бромистый метил В воде Хорошо растворим Да нет Плохо Ну плохо Растворим Вода Не самый Не самый Лучший Растворитель Для этого Но Вы часто Будете находить Реакции Вот допустим Вы открываете Читаете Больше Чем вам рассказали На лекции И открываете Учебник Или Книгу Написано Гидролиз Хлористого Третбутила В воде Это значит Что Химики Цель была Не получить Третбутиловый спирт Зачем он им нужен А цель была Сделать Гидролиз Хлористого Третбутила В воде Пусть он будет Растворяться В концентрации Там Один процент Пол процента Не важно Важно Что это чистая Вода И вот так Это надо Воспринимать Значит Соответственно Вот эти цифры Которые Даны Для реакции В воде Вот эти ряды Они примерно Будут Коррелировать С другими Системами С другими Реакциями То есть Всегда Азид Будет хорошим Нуклеофилом Лучше Чем Хлорминус Всегда Йод Будет Лучше Чем Допустим Хлорминус Если это Обычный Растворитель Ну в данном случае Вода Водный Растворитель Но Наша задача Сегодня Посмотреть На роль Растворителя Более подробно И сейчас Давайте Под заголовочек Напишем Роль Растворителя Если реакция СН1 Реакция СН1 Предполагает Диссоциацию Диссоциация В каких Растворителях Протекает Легко В полярных И в таких Которые могут Сальватировать Как катион Так и анион Правильно? Поэтому Значит Важно Я пишу Некрасиво Но даю вам Возможность Записать Красиво Важно Сальватировать И катион И анион И я бы Так это Изобразил Вот Вот так Я изображаю Сальватацию Аниона А вот так Я изображаю Сальватацию Катиона А что это Такое Вот это За Ну Правильно Диполь Ну или вода Вода Вот Нет Про ДМСО Это Речь Отдельная Значит Ну Все правильно Диполь Это диполь Вода Идеальный Диполь Вода Идеально Сальватирует И то и другое И сейчас Я вам дам Еще растворители Которые обычно Используются Для изучения Использовались Для изучения Реакции СН1 Дело в том Почему я говорю Использовались Потому что сейчас Уже реакция СН1 Никто Больше не изучает Все изучено Тема закрыта Но тем не менее Нуклеофильное замещение Это фундаментальная Химическая проблема Которая решена Очень хорошо Она решена Вот Значит Какие еще Использовались Растворители Значит HCOOH Муравьиная кислота Уксусная кислота Спирт Вода Для СН1 А теперь Я вам сейчас Цифры приведу Для какой-то Стандартной реакции Как влияет вода Муравьиная кислота И так далее На эту стандартную реакцию Я их только должен Эти цифры Где-то найти Сейчас Надеюсь Что я их найду Во Гидролиз Гидролиз Третбутилхворида С какой скоростью Идет Цифры Я вам пишу Естественно Не для запоминания А для ориентировки Если гидролиз Третбутилхворида В этилном спирте Принять за единицу То в уксусной кислоте Которая диссоциирует Лучше У меня цифра 9 А вот В муравьиной кислоте В муравьиной кислоте Вы мне Кто-нибудь Скажите какую-нибудь цифру Наугад Вот так вот А казалось бы Ну всего-то разница Уксусная кислота И муравьина Ну а теперь Вы же исправляетесь Скажите Сколько для воды Сколько Более 9 тысяч Так Тут надо перемножить 330 на 10 в третий 330 Ну 3,3 на 10 в пятый Вот так скажем 3,3 на 10 в пятый Вот Как Ну вы не расстраивайтесь Кто не угадал Вот Часто поэтому берется Сейчас я вам еще одну цифру дам Про СН1 Смотрите Гидролиз Третбутилхворида В этиловом спирте Как растворитель 100% Этиловый спирт И 1 моль воды 1 моль воды Скорость Примем за единицу И второе Третбутилхворид 50% Этиловый спирт Этиловый спирт Значит там 50% воды 50% H2O Но тут не надо думать Скорость выше будет Конечно Но не потому что здесь концентрация воды Огромная Вода же не входит в кинетическое уравнение Правда? Кивните мне Кивните мне Да Не входит вода Поэтому здесь будет просто более сальватирующая среда Ну а теперь Какую здесь цифру можно было бы написать? Во сколько раз быстрее будет гидролиз в водном спирте? Ну вы уже это самое 10 четвертый Ну примерно 10 четвертый 30 тысяч Примерно угадали Вот Для химиков порядок хоть надо угадать Вот что такое влияние Сальватирующего растворителя На скорость Реакции SN1 Теперь давайте поговорим о том Как влияют Растворители на скорость Реакции SN2 Вот у меня Есть Цифры Слушай, вот это я сотру Можно? Вот эта вот часть Мне просто вот тот ряд нужен Тот ряд нужен Значит, если у вас будет реакция такая CH3 CH2 Отозил То эта реакция пойдет точно по механизму SN2 Потому что Ну Не может пойти по другому механизму И вот мы сравниваем Скорости реакции Вуксу Это Скорости реакции В муравьиной кислоте Значит, 0 0,064 В уксусной кислоте 0,0026 Еще хуже В этиловом спирте 0,1 Получше И вот здесь у нас появляется ДМСО ДМСО В нем скорость максимальная единица По сравнению с Муравьиной кислотой уксусной И в 10 раз лучше, чем в спирте Кто еще не знает формулу ДМСО? Есть такие? Знаете? Вы меня порадовали Вот Значит, все знают Но у нас Столько раз будет еще встречаться Еще сегодня Еще я, может, напишу Если кто-то постеснялся Ну, узнаете еще Вот И вот тут мы Начинаем говорить Тогда о Растворителях Полярных Апротонных А ДМСО Отличается тем, что Вот Ну, вот Не прошло и 30 секунд Как мне пришлось Формулу написать Все равно Знаете вы, не знаете Можно так написать Диметилсульфоксид Можно двойную связь здесь написать Тогда у серы будет больше, чем актет Но сера этого позволяет Диметилсульфоксид Отличается тем, что он Очень хорошо И вот это прям В граните высекаете Значит, пишите ДМСО Оч Хор Сальватирует Катионы Вот этим местом Естественно И очень плохо Сальватирует Анионы При этом он имеет Высокую диэлектрическую проницаемость И В следствии этого В средствии сальватации Катионов Он отделяет катион Ведь Катион Если не вода То катион Ходит в ионной паре Вместе с анионом Да А в ДМСО Вот он отрывает Вот я сейчас У меня Должна быть Должна быть тут Недалеко Табличка Посвященная Растворителям Во Смотрите На табличку Значит Сейчас мы будем Говорить О полярных Апротонных Растворителях Они выделены Красным Шрифтом Здесь Но вот Здесь В этом ряду Ацетон Тоже выделен Но вообще Строго говоря Ацетон Он хороший Но он не относится К таким Классическим Полярным Апротонным Он слабоват В ряду Диметилформамин Ацетонитрил Диметилсульфоксид Он слабоват Но тем не менее Давайте Про ацетон Тоже говорить Он хороший Для реакции СН2 Вот смотрите Диэлектрическая Проницаемость У воды Помните Какая диэлектрическая Проницаемость Да Муравийная кислота Здесь есть А вот она Вода 80 Муравийная кислота Там Очень много Там порядка Вот она 58 А смотрите Но здесь Протоны Здесь протоны Кстати Обратите внимание Вот я отвлекся Немножко Диэлектрическая Проницаемость Муравийной кислоты И уксусной кислоты Смотрите Как отличается И вот вы Те ряды видели Да Как реакция СН1 идет Ну вот Ну а теперь Вернулись Наконец Опять К полярному протону Высокая Диэлектрическая Проницаемость Для непротонных Растворителей Все вот эти Три Ну ацетон Вы и так знаете Все вот эти Три растворителя Записать Кто не знает Формулы Диметилформамида Все знают? Ну вот Так лучше? Так лучше? Так лучше? Сейчас посмотрим Я зажгу свет Да Значит смотрите Так Диметилформамид Я сейчас напишу Ацетонитрил Кто не знает Формулу? Все знают Ну я все равно Напишу Диметилфорфаксид Знают Ацетон знают Вот Цифры вот эти Списывать Не обязательно Запоминать их Не нужно Надо просто знать Что диэлектрическая Проницаемость Большая И прежде чем Я включу свет Давайте посмотрим Посмотрим на Дипольные моменты Вот у нас тут Есть вода Вода Классический Полярный растворитель Смотрите У него дипольный момент 1,85 А сколько мы видим У диметилфульфоксида Где он там? А где диметилфульфоксид? Вот он 4 Ацетонитрил 4 Диметилформамид 4 Естественно Я округляю Для нас Вот эти соты Не важны Очень Большая Очень большой Дипольный момент Ацетон 3 Так А теперь Пишем Полярный Протонный Растворитель Значит Диметилфульфоксид Был Диметилформамид Все равно Я его напишу Значит Что там еще Ацетонитрил Прекрасный Растворитель Здесь Стройная связь Для СН2 Реакции И еще Один Растворитель ГМФТА Которого Формулу Вы наверняка Не знаете Но Теперь будете Знать ГМФТА Это ГЕКСО ГЕКСОМЕТИЛ Недостатки Есть у этих растворителей Для того Чтобы делать Реакции СН2 Напишите Недостатки Первый Недостаток Такой Они Если вы Вот Реально Хотите Поставить Реакцию СН2 Вы Должны Взять Эти растворители Абсолютные Или Содержащие Минимальное Количество Воды Там Сухие Но Как только Появляются Следы Воды Их Способность Ускорять Реакцию СН2 Сильно Падает Они Должны Быть Сухие Соответственно Если вы Берете Соль Какую-то Для реакции Нуклеофил Она тоже Должна Быть Сухая Иначе Она Принесет Воду С собой Второй Недостаток У этих Растворителей Такой Что Они Дороги Но Когда Речь Идет О промышленности Дорого А когда Речь Идет О лаборатории Третий Важный Недостаток Если вам Практически Надо Сделать Они Почти Все Высоко Кипят Их Трудно Потом Удалить Из Реакционной Смеси Либо В воду Надо Выливать Но Они С водой Смешиваются Могут Быть Проблемы При Выделении Диметил Сульфоксид Кипит По-моему 70 градусов При одном Миллиметре Ртутного Столба А так Он кипит При атмосферном Давлении Ну градусов 160 Наверное Еще разлагается Ацетонитрил Всегда Очень трудно Отогнать Из реакционной Смеси Вот Такие Проблемы У них Есть У этих Полярных А протонных Растворителях Но самое Главное Что в этих Полярных Напишите Очень важно Что В Как мы Назовем Полярные А протонные Растворители Не общепринятые Сокращения Ну Обращаются Ряды Нуклеофильности В пар Фтор Более сильный Нуклеофил Чем хлор Более сильный Чем бром И более сильный Чем йод Вот ровно Наоборот Особенно Это заметно Для галогенов Вот для галогенов Если вам нужно Провести реакцию Со фтором Как С Нуклеофилом Берите Полярный Апротонный Растворитель Но без воды Почему Потому что Не сальватирует Фтор А вода Хорошо Сальватирует Правильно 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 Вода Прекрасно Сальватирует Тот же самый Фтор Он же Какой Концентрированный Заряд В маленьком Анионе И вода На него Просто набрасывается И будет шуба Там фтор Не найдешь А йод Здоровый Вода Здесь Подошла Здесь Подошла А йод Здоровый Вот В этих Растворителях Значит Нет Сальватации Поэтому Обращается В полярность Так Что еще Мы успеем До перерыва Сейчас Я посмотрю Нам бы Значит Смотрите Сальватация Поляризация Ионов Полярные Протоны Жесткие Мягкие Нуклеофилы Наверное У нас Будут Дальше Роль Растворителя Б Ва Ну вот То что написано На этой картинке Я вам все Уже сказал Да Влияние Растворителя На СН1 На СН2 И Полярные Протонные Растворители Значит Перед Перерывом Я должен Вас Как-то Развлечь И Сейчас Я вам Расскажу И Картинки Покажу Про то Как еще Сильнее Повысить Нуклеофильность Нуклеофилов Похоже На масло Масляное Правда Как повысить Масленность Масла Да Как повысить Нуклеофильность Нуклеофилов Значит Видели ли вы Раньше Вот эту картинку Видели Это Как нет Как нет Ну показывал я ее Значит Тогда Я тем не менее Напомню Значит Эта картинка Показывает Как Можно Провести Реакцию В межфазных Условиях И сильно Повысить Нуклеофильность Нуклеофилов Значит Смотрите Что для этого Нужно сделать Вот У нас есть Нуклеофил Цианид Натрия Хороший Нуклеофил И полезный Нуклеофил Ну не для здоровья Конечно Для получения Нитрилов Для удлинения Цепи На один Атом углерода Вот Бромид Бромид Или хлорид Четвертично Аммоневую Соль Значит Смотрите За счет того Что здесь Есть липофильный Остаток Эта соль Она растворима В органическом В органической Фазе Вот Вы киваете Вы это знаете Правда А вот Те кто выше сидит Они могут не знать Я не знаю Они записывают это Или нет Кто выше сидит Кто-то зевает Я понимаю Устали Ну запишите Кто не знал Итак Растворима В органике Но в то же время Это соль Она растворима И в воде И она может ходить Туда-сюда И вот принцип Межфазного катализа Натрий СН Вместе с этой солью Ку плюс Икс минус Дает обратимо Пару Натрий Х Нам не нужно И Вот этот вот Катион Бензил-3-метиламоний Это только один из примеров И Цианид-анион А вот эта соль Она уже растворима В органической фазе Вы мешаете Она перешла В органическую фазу И вот тут вот Цианид-ион Стал Я уже такой термин Вам говорил Голым Буквальная калька С английского Как будет голый? Нейкт Совершенно верно Голый А не он И он У него нет Этой сольватной шубы Ему не мешает вода И он Очень хорошо Проводит реакцию Сэр-Х Замещает Икс При этом Образуется новая Ионная пара Мы все время Перемешиваем И Эта пара Возвращается В воду И реакция продолжается Вот принцип Межфазного катализа Кто уловил Суть Межфазного катализа Поднимите руку Так Какой ряд Ваш ряд Плохо уловил Плохо Значит Ну я Поскольку Если бы у нас были Репетиторские занятия То я бы снова Сейчас повторил Пригласил бы вас Мы бы сели в кружочек Вот Но поскольку у нас Не репетиторские занятия Вы Должны пообещать мне Что Возьмете дома учебник И эту же схему Но не такую красивую Найдете и разберетесь Обещаете? Обещаете А я вам еще Что-нибудь расскажу До перерыва Вот Напишите Крауны и криптанды Крауны и криптанды Чтобы Допустим У нас есть О Алексей Владимирович А мы можем показать Как марганцовка Растворяется в бензоле Так Голосуем Марганцовка Растворяется в бензоле Без 18 Краун 6 Не растворяется Так Так что Не показывать этот опыт Что ли? Покажите Хорошо Вот собственно Алексей Владимирович Пошел Сейчас я вам покажу Как С помощью Он пошел Готовить Этот опыт Может быть После перерыва Значит Что такое Крауныфиры Вот представьте себе Вот такой Вот Раз Два Три Четыре Пять Вот это все CH2 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 Вот такой Циклический эфир Он называется 18 Краун 6 Краун 6 18 Это общее число Атомов Без света видно? Нормально? Сейчас зажгу свет Общее число Атомов В этом цикле А 6 Это число Атомов Кислорода Бывают И другие Крауныфиры Вот этот Хорош для калия Калий сюда попадает Очень хорошо По размеру Там Если взять 15 Краун 5 То это Хорошо Для натрия А если взять 12 Краун 4 То это Хорошо Для лития Но это Не значит Что если Вы возьмете 18 Краун 6 То натрий Будет там Ну константа Будет меньше Связан Но все равно Натрий Будет там Болтаться Так же Как и Так же Как и Здесь Калий Сюда Может не Влезет Вот в этот Но будет Сверху Ассоциироваться Значит Что делают Крауны Вы взяли Калий ЦН Как Нуклеофил Калий Плюс ЦН Минус В воде Краун эфир Перетаскивает Калий ЦН В органическую Фазу За счет Того Что он Краун эфир Растворяется В органической Фазе Хорошо Он за собой Тащит Калий А за Калием Следом Идет Анион В данном Аммониевые Соли И у них Какой Недостаток Большая Молекулярная Масса Так Ну На перерыв Задержимся Чуть-чуть Ничего Это что Бензол Бензол Так Мы ее Пытаемся Растворить Что делать Будем Чудо Краун добавим Так Добавляем Краун Так Сейчас Можно Не уходи Не уходи Не уходи Да На фоне Белого халата Виднеется Так Ну Значит Вот Бензол Марганцовка Краун эфир Значит Давайте Мы так сделаем Поблагодарим Алексея Вадимовича Он Быстро Быстро Это все сделал И я буквально Пару слов Вам перед перерывом Еще скажу И вы Уйдете на перерыв Значит Крауны Еще химики Они же не угомонные Они придумали Вот такие Криптанды Значит ЦАЖ2 ЦАЖ2 О ЦАЖ2 ЦАЖ2 Н ЦАЖ2 ЦАЖ2 О ЦАЖ2 ЦАЖ2 Сюда Азот Как известно Трехвалентный Я вам пример Пишу Какого-то Криптанда Это уже Получается Клетка Название Криптанды Произошло От слова Крипто Кто знает Что такое Крипто Это скрытое Какое-то Помещение В церкви В соборе В храме Обычно Под землей И вот вам Пример Крипты Не знаю Правда В каком Соборе Вот Алтарь Вы видите Посередине Значит Ну там Иногда Какие-то Захоронения Бывают Иногда Какие-то Особо Такие вот Важные Службы Там Для узкого Круга Ну и Поскольку Вы Часто Ездите За границу Я так понял Я вас спрашиваю Вы не часто Ездите За границу Значит у вас Все впереди Вот Я вам покажу Еще Какие бывают Крипты Вот Крипто Собора В городе Солерно Это Красиво Да Правда Это Италия Ну и Крипто Монастыря Капуцина В городе Палермо Значит Кто будет В Палермо Там Очень Вообще Палермо Замечательный Город Очень красивый Там много Что есть Мафии Там давно По-моему Нет уже Вот Это Сицилия Вот Там Бывают Захоронения Вот Что Такое Крипто Я хочу Обратить Ваше Внимание Вот На Что Значит Все ли Вы Четко Уже Вот Согласились Со мной Поняли Усвоили Там Не знаю Как Что Нуклеофильность И основность Они идут В общем-то Вместе Чаще Всего И Я повторяю Это в 25 Раз Ну конечно Не в 25 Вот Эту истину Которую Вы должны Донести Ну До окончания А лучше До пенсии Что Нуклеофильность Это реакционная Способность По отношению К углероду Причем К СП-3 Изначально А Основность Это реакционная Способность По отношению К водороду Способность Отрывать Протон Но Оказывается Что В некоторых Реакциях Одно и то же Вещество Может выступать И как Нуклеофил И как Основание И это Большая проблема И бывает Это тогда Когда Вот у нас Допустим С H C H H Бром Плюс Этил О Минус Допустим Натрий Плюс Это Нуклеофил И основание Если Это Нуклеофил То Он Будет Атаковать С тыла Вот этот Вот Атом Углерода СН2 Атака С тыла Я мог бы не писать Атака С тыла Потому что Уже сказал Много раз Но лишний раз Пусть будет записано И тогда Продуктом Этой реакции СН2 Будет Соответственно Эфир Простой CH О Этил CH Ну а там Я Вот Но Эта же Молекула Может Атаковать Бета Водород Обязательно Напишите Что Бета Водород Не этот Водород Не этот А именно Бетов И тогда Он будет Атаковать Этот водород Отрывать Его Эта пара Будет Возвращаться Сюда А бром Будет Уходить И я Сейчас Распишу Это Чуть Более Подробно Будет Выглядеть Так Этил О H Оторвал Вот этот Водород Плюс C CH H Получился Алкен Плюс Ушел Бром Минус И вот Эта реакция Называется Реакцией Элиминирования Обозначается Буквой Е Е Элиминирования Я даже могу Написать Что это Е2 Чтобы Но И это Большая Проблема И Запишите Всегда Всегда СН Конкурирует С Е Кроме Тех случаев Когда нет Бета-водорода С вашей Помощью Я надеюсь Сейчас буду Писать А может быть Кто-то Мне подскажет В каких Случаах Нет В субстратах Бета-водорода Ну Какой-нибудь Пример Кто-нибудь Ну Мне бы не хотелось Вы правы Но С неопентила Не хотелось бы Начинать Потому что Там не только Бета-водорода Нет Там вообще Никакие реакции Не идут Метил Бензил Значит Пишем Ну давайте Начнем С метила Потом Вы сказали Бензил Пусть будет Бензил Сюда же Алил Тут Вы мне Можете Сказать Ну тут же Есть Бета-водород Вот этот Вот Но я вам Скажу Что Никогда Реакции Чтобы пошли Реакции Элиминирования С алил Галогенидом Такого Не бывает В 99,9% Случаев Такого Не бывает И вот Это Самые Лучшие Субстраты Для Реакции Нуклеофильного Замещения Когда нет Бета Еще Что-то Вот Это Реакционный Центр Это Альфа-углерод Этот Бета-углерод А это Бета-водород Это водород Который В бета-положении Коррекцион Связан с углеродом Который Находится В бета-положении По отношению К коррекционному Центру Значит Спасибо За этот вопрос Потому что С одной стороны Этот вопрос Кажется Ну может быть Таким Каким-то Глупым Но с другой Стороны Очень часто Вот такого Вопроса Вот что-то Не хватает Маленького Кирпичика Чтобы Сложилась Картина И я уверен Что не только У вас мог возникнуть Такой вопрос Я хочу Вас призвать Нет Серьезно Поблагодарить Не воспринимать Это как там Упрек Не бойтесь Задавать Глупых Вопросов Вплоть До Экзамена На экзамене Все Консультация Зачеты Преподаватели Задавайте Глупые Вопросы Не стесняйтесь Потому что Иногда Его не хватает Чтобы построить Здание Стройное Итак У нас будет Целая лекция Через Неделю Ровно Посвященная Реакциям Элиминирования И закономерностям Этих реакций И кстати В прошлом году Эта реакция Лекция По элиминированию Не была записана Поэтому В следующий четверг Милости просим Записать Эту лекцию А во вторник Она была И она Есть там На сайте Поэтому Сейчас Мы пока Об этом Больше не говорим Переходим К жестким Мягким Нуклеофилам Ж И М Нуклеофилам Напишите Или там Как-то Сокращение Какие у вас Приняты Видно? А что никто Мне как-то Мне нужна Обратная связь А то Молчание Какое-то Вот Значит Смотрите Ну тут Желтый Я почему Переспросил Желтый шрифт Он не очень Выразительный Значит Что такое Жесткие Нуклеофилы Они По-моему Мы это даже Обсуждали Маленькие Заряженные Основные Им Соответствует HX Слабая кислота И я уже говорил Что низкая Энергия Выше Заполненной Молекулярной Орбитали Это Трудно Осязаемое Такое Вот Свойство Ну Можете Его так Забыть Но Если вам Приведут Пример Алкоксианион Амитанион Или там Метеолитий Спросят Это какой Нуклеофил Жесткий Или мягкий Вы скажете Он маленький Ему соответствует Слабая кислота Спирт Аммиак Там метан Да Он заряженный Это жесткий Маленький Неполяризуемый Мягкие Нуклеофилы Большие Нейтральные Неосновные HX Сильная Кислота Ну Здесь Высокая Энергия Выше Заполненной Молекулярной Орбитали Можно пока В скобках Ну И Жесткие Нуклеофилы Любят Протоны А мягкие Любят СП3 Углерод И вот Примеры Все Серные Нуклеофилы Они Мягкие Большие Так как Булка Мягкая Йод Минус Большой Поляризуемый На него Подул Электронным Полем Вся Вся Это Как Мыльном Пузыре Электронная Плотность Полетела В другую Сторону Фосфор Ну Фосфор Будет нам Встречаться Тоже Фосфор В реакциях Это Мягкий Нуклеофил Соответственно HX Сильная Кислота Тиолы Они Намного Более Сильные Кислоты Там У них Порядка ПК-10 А здесь ПК-16 17 Вот Вот такое Деление Значит Есть еще Вот еще Нуклеофилы Обратите Внимание Вот Если Рассматривать Реакцию Йодистого Метила С Метанолом И принять Скорость Этой реакции За единицу Йодистый Метил Плюс Метанол Это Почти То же Самое Что На первой Половине И в конце Прошлой Лекции Я вам давал Табличку Йодистый Метил Плюс Вода Йодистый Метил В воде Плюс Разные Нуклеофилы Значит Смотрите Метанол За единицу Приняли Гидроксил Заряженный Он конечно Более сильный Нуклеофил Чем Метанол Это Логарифмическая Шкала Это Логарифмическая Это 10 В шестой Степени Да А вот На эти Нуклеофилы Обратите Внимание Посмотрите Гидроксиламин И гидрозин Они не заряженные А находятся они Рядом с заряженным Гидроксилом А по Нуклеофильности Они даже Чуть-чуть Больше Вот И Вот Обязательно Вот эти Два Соединения Спешите И напишите Хор Нуклеофилы Вернее так Оч Хор Нуклеофилы За счет Альфа Эффекта Альфа Эффект Это Влияние Изобразить это Буквально Можно так NH2 NH2 Альфа Эффект Это влияние Вот этого Атому В этом Положении В альфа Положении К рекционному Центру Который Повышает Нуклеофильность Соседнего Атома Вот Я попытался Изобразить Мелом На доске Что такое Альфа Эффект Когда рядом Два Нуклеофила И давайте Мы на этой Таблице Сразу найдем Хорошие Нуклеофила Где Альфа Эффект Проявляется Ну вот Гидроксиламин Понятно Вот он А еще Я что-то не вижу Здесь есть Нуклеофил В котором Альфа Эффект Может быть И заметные Смотр Совершенно верно Пироксид Анион Вот он Пироксид Анион Вот сравните Его пожалуйста Нуклеофильность Пироксид Аниона Значит 7,8 Да Вот эта цифра Относится И гидроксид Аниона Казалось бы А ведь Это разница В 10 раз Поэтому Я бы так И написал Вот Вы можете Не писать В это и так Знаете А все остальные Напишите Пероксид Ну H О О Минус Более сильный Нуклеофил Чем О В 10 раз Примерно За счет Альфа Эффекта И дальше У вас Будут встречаться В разных Частях Курса Примеры Когда Чтобы усилить Нуклеофильность Вот нам Не просто Гидроксид Взять А надо Взять Посильнее Нуклеофил Добавляют Перекись Водорода И реакции Идут В 10 В 5 В 7 Лучше Быстрее Еще Смотрим На эту Картинку Вот 3-этил Мышьяк 3-этил Артсин Да Но он нам Не встретится Никогда И он нам В общем-то Нужен Вот чтобы С фосфором Сравнить его Вот он Хороший Нуклеофил Но Кроме как На этой таблице Не встретится А фосфор Встретится Теперь смотрите Фосфор Здесь нейтральный У него нуклеофильность Предположим 8,7 По логарифмической Шкале А фенил С Это минус У него 9,9 Но это Анион Разница В 10 раз Но зато Значит Здесь анион А здесь Нейтральное Соединение То есть Фосфор Очень хороший Нуклеофил Ну и Наконец Супер Нуклеофилы Фенил Селен Минус Фенил Тристанум Минус Логарифм В логарифмической Шкале Значит Это 10 миллиардов Да Это 11 Это 100 миллиардов Раз больше Чем Вода Вот Те Нуклеофилы У кого По логарифмической Шкале Нуклеофильность Больше десятки По сравнению С водой Это Супер Нуклеофилы Но Этот термин Не является Общепринятым И Вы Практически Его Нигде Не найдете Поэтому Если Вы Забудете Что Такое Супер Нуклеофил Больше Десятки Меньше Десятки Это Не самое Главное Ну То Что Если Вас Спросят Это Нуклеофильный Анион Ну Скажете Конечно Очень Нуклеофильный Анион Ну И Последнее Вот Если Взять Знаете Что Кобальт 2 СО8 Карбонил Кобальт Такой Да Его Если Водородом Восстановить Получается Такое Нестабильное Соединение Аж Кобальт СО4 Вот Анион Этого Аж Кобальт СО4 Он Еще Более Сильный Нуклеофил И Аналоги Кобальт Содержащих Нуклеофилов Есть В каждом Из вас Я Сейчас Покажу Что Это Такое Что Они Делают В вашем Организме Нисколько Это 12 Витамин В12 Сейчас Должен Быть У Слушайте На другом Наверное Он Сейчас Посмотрю Здесь Вот О Вот Он Витамин В12 Списывать Не надо Запоминать Не надо Значит За Расшифровку Структуры Синтез Витамина В12 В свое Время Дали Нобелевскую Премию Значит Он Нужен В очень Маленьких Количествах Вот И Главная Его цель В организме Это Перенос Метила Он 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 Существует Он Он С одной Сторон Переносчиком Метил Вот Р Равно Метил И Кобальт Остаток Кобальтовый Это Хорошая Уходящая Группа А С другой Стороны Он Сам Как Поскольку Хороший Нуклеофил Этот Метил Снимает И Вот Он Туда Сюда Его Перетаскивает И Если Витамина В12 Не хватает Там Много Всяких Хворей Наступает Там Тоже Значит Его Супер Нуклеофильное Свойство Проявляется Что Так Так Значит Нуклеофильность И основность Замещения Элиминирования Мы Обсудили Это мы Обсудили Альфа Эффект Обсудили Уходящие Группы Во Вот Теперь Начинается Одна Из Центральных Тем Или Под тем И Сегодняшней Лекции И Вообще Раздела Нуклеофильное Замещение Представьте Себе Значит Вы Для чего Учите Химию И Кстати За что Ценятся Наши Химики Вопускники Химфака Вот Вы Справедлив Жалуетесь Что у нас Практикум Иногда В очереди Ставить Приходится Иногда Не хватает Хорошего Оборудования Да Но Дорогое Но У нас С реактивом Проблема Кстати Сейчас Деканат Буквально Вот на той Неделе Выделил Деньги Практикуму Кафедре На практикум Поэтому В этом году Вы вряд ли Почувствуете Потому что Сейчас еще Будет Длинная Процедура Как эти Деньги Превратить В реактивы Ну После Нового года Почувствуете Наверное Что-то Прибавится Должны Почувствовать Так вот За что Ценятся наши Вопустники Они умеют Делать Руками Синтезы Потому что Многие Химические Вузы Таких денег Не имеют Вообще И делают Синтезы Пробирочные Там Вот Какой-нибудь Свойс Пробирочке Ну Что это Такое Вот А Если вам Нужен Синтез И вам Нужно Сделать Вот Вещество Р Игрек Вам Что вы Можете Менять Чтобы Получить Его С максимальным Выходом Значит Под заголовочек Пишем Как Получить Конкретное Соединение Р Игрек Это значит Смотрите Надо взять Р Икс Это Задано Надо Получить Именно Сэром То есть Вы должны Взять Р С какой-то Уходящей Группой Взять Нуклеофил Который Задан Допустим Задан Нуклеофил И Что вы Можете Здесь Изменить Чтобы Получить Хороший Выход Две Вещи Всего Вы Можете Изменить Уходящую Группу Можно Менять И Растворитель Как Пользоваться Влиянием Растворителя Я уже Рассказывал А теперь Давайте Поговорим О методах Создания Хороших Уходящих Групп Вот Возьмем Такую Реакцию Этиловый Спирт Плюс Натрий Хвор И Допустим Мы хотим Получить Этил Хвор Плюс Натрий ОН Пойдет Такая Реакция С такой Константой Что я бы сказал Что она вообще Не пойдет И перечеркнул бы Это все И вообще Спрятал Может быть От видеокамеры А то скажут Потом Вот чему там Профессор Учит на лекции Не пойдет Эта реакция Вот И если говорить С научной точки Она кстати Представьте себе Такая реакция Шла бы в жизни Да Кто-то На Дне рождения Да И соленый огурец И что И хлористый этил Вот Так что Хорошо Что не идет Но чтобы эта реакция Пошла Что нужно сделать Надо взять И сюда Добавить Серной кислоты И вот тогда В такой системе Эта реакция Пойдет И прекрасно Получится Этилхлор Он отгонится Но остальные Продукты Я не пишу В чем состоит Роль серной кислоты Совершенно верно Вот кроме вас двоих А и вы тоже Напишите Роль H2SO4 Протонирование Гидроксила Этил О H Плюс H Плюс Получается Этил О H H Плюс И вот Теперь уже Смотрите Какая хорошая Уходящая группа Здесь уже Не гидроксил Как было там В верхней реакции А уходящая группа Здесь Вода Вода H2O4 Уходящая группа Значит Это первый способ Второй способ Сделать Хорошую Уходящую группу Вот Задачка Из практики Мы берем Изопропил OH Плюс H-хлор Реакция Идет Плохо Выход Низкий Изопропил Хлорид Плохо Что мы делаем Добавляем Цинк Хлор-2 Цинк Хлор-2 Кислота Льюиса Причем Это такая Кислота Льюиса Которую Можно Обезводить Это не Алюминий Хлор-3 Вам Он Образует Комплекс Изопропил OH Цинк Хлор-2 Значит Получается у нас Дельта плюс Здесь у нас получается Дельта плюс Тоже повышается И Когда идет Нуклеофильное Замещение Под действием Хлор- У вас Уходящей группой Уже является Не Гидроксил Или не H-2O А вот Это уходящая Группа Уходящая Группа Еще Какие Методы Создания Хорошей Уходящей Группы Значит Смотрите Если Взять Фенил-3P Плюс Бром-2 И Здесь У вас Допустим Значит Что у вас Тогда будет Фенил 3P Бром Плюс Бром Минус Можно написать Что это фосфор Пятикорминационный Можно написать Что он вот такой В виде фосфоневой соли А теперь смотрите Что дальше мы делаем Добавляем сюда Спирт Р Р О Х Р О Х Дельта Минус Дельта Минус Куда будет Реагировать С чем будет Реагировать Что он будет Атаковать Он будет Атаковать Фосфор И Замещать Значит Бром Вот этот вот При фосфоре У вас получится Фенил Плюс Дельта Плюс Очень Хороший Значит Теперь Бром Вот этот Минус Атакует По механизму SN2 Этот углерод И у вас Не просто Получается Р Бром С хорошим Выходом Но у вас Еще Получается Фенил 3 П О О Окистрифенилфосфина Замечательная Уходящая группа Она еще Замечательна Тем Что Фосфорильная Группа Вот эта Одна из самых Стабильных Связей П О Двойная Связь Одна из самых Стабильных Связей Которая Существует Вот в Органической Или там Элемент Органической Химии Это очень Выгодное Соединение И еще Встретится Нам не раз Еще Пример Использования Соединений Фосфора Например Берете Фенил 3P Плюс С-хлор 4 Кто из вас До сегодняшнего Дня Знал Что В органических Реакциях С-хлор 4 Казалось бы Галлоидный алкил Он действует Как окислитель Более того Он во многих Реакциях Действует Как источник Положительного Хлора И вот здесь Именно тот случай Если смешать Если вы вдруг Захотите смешать Вот это У вас все в потолок Во-первых Вылетит Моментально Экзотермической Реакцией Получится Вот что Фенил 3P Хлор Плюс С-хлор 3 Минус Опять льем туда Спирт Р О-А-Ш С-хлор 3 минус Это анион Хлороформа Хлороформа Фенил 3P Плюс Хлороформа О-А-Р Минус Минус С-А-Ш Хлор 3 Фосфор Обладает способностью Вот я написал Фосфоновую соль Такую Но фосфор В каком периоде В третьем Он может легко Превращаться В пятикорминационный Фосфор И через Пятикорминационный Фосфор Он сделает Вот так Фенил 3P О-Р Плюс Хлор Минус Подняли глаза На доску Вот с этой точки Мне надо продолжать Что здесь будет В этой реакции Или и так Уже понятно Вам понятно Поднимите руку Еще кому понятно Ну значит Кто не поднял руку Говорю Вот это то же самое Вот здесь У меня просто Времени не хватает А надо За оставшиеся Там 5-7 минут Многое Чего успеть Это то же самое Что было вот здесь Вот оно Бром-минус Вот Вот с помощью Таких Приемов Используя Соединение Трехвалентного Фосфора Можно очень сильно Улучшить Скорость Реакции Нуклеофильного Замещения Выход Реакции Нуклеофильного Замещения Написали Реакция Мицунобу Реакция Мицунобу Если взять Этил ООЦ Н Нет Я спешу Мицунобу 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 Плюс фенил 3П Плюс Допустим Фенол Допустим 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 Эфир Эфир Так скажем Диазотик Диазотикарбоксилат Значит смотрите Фенил 3П Атакует Азот Присоединяется По азоту Получается Н Фенил плюс Так СООЭТИЛ Х Н П Фенил 3Плюс СООЭТИЛ И плюс фенил О Получился Анион Здесь плюс Это у нас что за знак Я не знаю Откуда он Нет тут никакого минуса Анион Катион По зарядам Все правильно у нас Теперь вот этот Фенил О Минус Атакует Этил ОН Это нуклеофил Здесь дельта плюс Получается Этил О Фенил Причем вот этот Кислород Из феноксигруппы Из феноксигруппы Значит Гидроксил Уходит И Результатом Реакции У нас является Вот что Образование Значит Окиси Опять Трифенилфосфина Вот такого Продукта И Вот результат Реакции Мицунобу Значит Кстати Эта реакция была открыта Недавно Где-то В 70-е годы И стала Очень Удобным Способом Синтеза Труднодоступных Соединений В частности Вот Мы ее Широко Стали применять В нашей Собственной Группе Когда нам Надо было Сделать Эфир Астероидов С очень Пространство С затрудненными Атомами углерода То есть Там где Не работают Никакие Другие Реакции Вот реакция Мицуноба Уйдет Значит Что еще Про методы Создания Хорошей Уходящей Группы Практически Все Про методы Создания Хорошей Уходящей Группы Рассказал У меня Остается Две Минуты Поскольку Меня ждут Но я 12-23 Минуты У меня Значит В заключение Хотел бы Сказать Вот Какую Вещь Если Вам Нужно Сделать Какую-то Реакцию Этил Допустим Бром Превратить В Этил Какой-то Нуклеофил То Есть Такой Способ Который Вы Будете Использовать Часто На бумаге И Который Вы Должны Обязательно Знать Который Заключается Вот в чем Из Этилбром И Допустим Тазил О Калий Калиевые Соли Паратулол Сульфокислоты Кто Уже Успел Забыть Что Такое Тазил Все Помнят Все Осталось У меня Две Минуты Тазил Посмотрите Сами Значит Получается Этил О Тазил Вот Тазильная Группа Она Гораздо Более Хорошая Уходящая Группа Чем Бром И часто Таким Приемом Пользуются Это тоже Метод Создания Хорошей Уходящей Группы Действуем Дуклеофилом Получаем Этилну Значит Минус От Азил Не успел Я сегодня Из того Что планирую Рассказать Про реакцию Арбузова Ну я вам Расскажу Там Она не попадет Может быть На Запись Вот Ну расскажу На следующей лекции Про реакцию Арбузова Вот А на сегодня Все О Продолжение следует...